МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале Брянская губерния информационная программа события в студии Ольга Ловина. С 15 ноября посетить торговый центр, театр или, например, футбольный матч можно будет только предъявив QR-код о вакцинации, отрицательном ПЦР-тесте или о перенесенной болезни в последние полгода. Введенные меры обсудили на очередном заседании оперативного штаба, которое провел губернатор Александр Богомаз. С понедельника, 15 ноября, многие предприятия торговли, предоставления услуг, сферы спорта и культуры смогут вернуться к привычной жизни, используя систему QR-кодов. Те меры, которые мы определили на предыдущих штабах по организации, открытию наших предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, спортивных, культурных мероприятий, при условии посетителей, вакцинированных, болевших и специальными ПЦР-тестами, эту меру можно с понедельника реализовать. То есть прогнозы в этой части у нас сошлись. Пока, чтобы пройти в торговый центр, достаточно быть в маске. С понедельника, 15 ноября, без QR-кода о вакцинации или перенесенном ковиде за последние полгода, или сертификате об отрицательном ПЦР-тесте за последние 72 часа, на многие предприятия и в учреждения попасть не получится. Эти документы должны быть подкреплены паспортом. В списке, помимо ТЦ, магазины розничной торговли более 100 квадратных метров, кафе, рестораны, спа-салоны, фитнес-центры, музеи и домокультуры. В списке спортивные мероприятия и концерты. Без QR-кода нельзя будет заселиться в гостиницу и дом отдыха. Требования не распространяются на аптеки, магазины с товарами первой необходимости и товарами для детей. Не касается нововведения объектов розничной торговли площадью меньше 100 квадратных метров. Что касается рынков, разрешена реализация продовольственных товаров и посещение без соответствующих документов. Группа непродовольственных товаров, все те требования, которых я сказал выше. Сегодня эту практику приняли все 85 регионов России. Губернатор призвал организовать пристальный контроль за соблюдением режима QR-кодов с привлечением выездных групп. Если мы с 15-го, с 15-го мы пускаем туда наши так называемые группы, вот, с привлечением МВД, с привлечением. То есть это санитарные врачи, это управление торговлей, управление торговлей, это наш департамент тоже культуры, спорта, транспорта, да. Но если мы это не сделаем, то это пустое будет. Мира призвана снизить число заболевших коронавирусом, еще раз задуматься о вакцинации и дать возможность более свободно жить многим сферам. Во всех муниципалитетах созданы рабочие группы, которые в ежедневном режиме проводят контроль исполнения требований постановления правительства Брянской области по ограничительным мероприятиям. Данная работа будет проводиться ежедневно в составе рабочих групп сотрудников управления, муниципалитетов районного города нашей области, сотрудники полиции. Как будут работать с 15 ноября спортивные объекты? К тем, кто хочет посещать фитнес-зал, требования те же QR-код, либо ПЦР не старше 72 часов. Мы, безусловно, с понедельника, с 15 ноября, будем проверять все учреждения спортивные. И если мы обнаружим, что занимаются без данного документа какой-то гражданин, безусловно, этого гражданина мы выведем, а руководитель данного учреждения получит штраф согласно Кодекса об административном правонарушении. Что касается соревнований. Спортсмены должны иметь, безусловно, документы о том, что они здоровы. Зрителей должно быть не более 10% на трибунах. Но зрители тоже должны заходить и иметь при себе необходимый документ о том, что они здоровы или привились. Что касается детских соревнований, здесь, естественно, никаких QR-кодов и не может быть, кроме стандартной справки о состоянии здоровья. Но на трибунах опять-таки не более 10% зрителей. Спортивные школы и секции с 15 ноября будут работать в привычном режиме. Здесь есть тоже определенные моменты. Ну, дети, если сами приходят, то приходят и участвуют. Если их приводят родители, то родители доводят только до входа и отправляют детей уже с тренером или с каким-то воспитателем. Они дальше идут, занимаются в секциях. Если родитель пожелал пойти в раздевалку, помочь ребенку, понаблюдать, как он тренируется, он должен предъявить при входе, безусловно, тот документ, который требует сегодня решения комиссии. Культура. С 15 ноября все ДК, музеи, выставочные залы начнут работать в полноценном режиме. Могут посещать учреждения культуры люди привитые, у которых имеется вот такой вот на руках документ, либо в электронном виде, то есть в смартфоне, либо в бумажном виде, это распечатано на бумаге, как человеку удобно, который вот так вот современным языком называется QR-код, который говорит о том, что человек привит, то есть он безопасен для окружающих, и поэтому есть у него определенная, что называется, броня такая, которая позволяет ему пользоваться всеми благами. Руководителям объектов культуры поручено на местах организовать проверку QR-кодов и паспортов, так, чтобы не возникло очередей и прочих неудобств. Мы будем очень стараться организовать эту работу так, чтобы человеку не испортить настроение, чтобы у него легко это и просто можно было проверить. И для того, чтобы каждый человек, придя в наше учреждение культуры на то или иное мероприятие, чувствовал себя комфортно, свободно, радостно и одухотворенно. И главное, безопасно. Кстати, несмотря на QR-коды, меры предосторожности, маски, санитайзеры, измерения температуры никуда не исчезают. Все это помогло принять еще одно решение. Заполняемость концертного зала увеличена до 70% зрителей. Образование. С 15 ноября вся система образования начинает работать в штатном режиме. Школьники выходят с каникул, студенты с дистанционного обучения. Продолжают работу сады и доп. образования. Нужны ли здесь QR-коды и, если да, то кому? Это касается учреждений дополнительного образования детей, которым в настоящий момент необходимо будет с 15 числа родителям при посещении именно учреждений дополнительного образования детей, в том числе и спортивной направленности, именно иметь уже QR-коды. Это не распространяется на посещение родителями детские дошкольные учреждения, детские сады. То есть здесь родители могут приводить беспрепятственно детей и не предъявляя QR-кодов. Понадобится QR-код родителям в школе или техникуме. К примеру, если вас вызовет к себе директор, должен быть QR-код о вакцинации или перенесенном ковиде за последние полгода, или ПЦР, сделанный не позднее 72 часов. В противном случае вам придется встретиться с директором уже за стенами школы или по видеосвязи. Транспорт. В городском и межмуниципальном транспорте новые меры не вводятся, однако контроль соблюдения масочного режима станет жестче, пока не потребуется QR-код в аэропорту Брянск и ЖД вокзалах города. С 15 ноября коррективы вносят системы предоставления государственных и муниципальных услуг. QR-коды и ПЦР в МФЦ предъявлять будет не нужно, однако на получение услуг придется записаться заранее. Все МФЦ начинают работать по предварительной записи, по всем услугам. Кроме услуг по регистрации или восстановлению учетной записи на портале государственных услуг. Записаться по предварительной записи можно тремя путями. На портале МФЦ 32, через телефоны, которые есть в каждом МФЦ, или придя непосредственно в МФЦ у стойки администратора или около электронной очереди. Уже со вторника в МФЦ области можно будет получить в распечатанном виде сертификат с QR-кодом. Для этого не нужно предварительно записываться. Для посещения самого МФЦ QR-код не нужен. Где получить QR-код? В приложениях госуслуги или госуслуги СтопКоронавирус. Люди пожилого возраста, те, кто с компьютером на «вы», могут получить документ с QR-кодом в МФЦ. Наверняка найдутся и те, кто пойдет на эксперименты, например, попробует пройти по чужому QR-коду. Для этого и пригодится сверка паспорта. Существует ответственность, в том числе и уголовная, для тех, кто захочет подделать QR-код. Проверка QR-кодов и контроль за допуском посетителей на названные объекты не входит в полномочия сотрудников полиции. В свою очередь, сотрудники органов внутренних дел продолжат контролировать соблюдение правил поведения в общественных местах, утвержденные правительством Брянской области. Кроме того, при выявлении фактов изготовления или использования поддельных QR-кодов, сертификатов и иных документов, нарушителям грозит уголовная ответственность. Напоминаем, вы можете не просто понести уголовную ответственность, но и стать жертвой мошенников, которые пользуются любой уловкой, чтобы развести доверчивых людей. И еще раз об ответственности. Работники учреждений системы здравоохранения несут уголовную ответственность за искажение информации о фактах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, в частности, за участие в подготовке поддельного сертификата вакцинации от коронавирусной инфекции. За совершение данного преступления предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. До пяти лет и штраф до миллиона рублей светит медикам, внесшим ложные данные в официальный реестр вакцинированных. За получение или дачу взятки в целях получения поддельного сертификата о вакцинации от COVID-19 ответственность наступает по статье 290 или 291 Уголовного кодекса Российской Федерации и может выражаться в виде наказания вплоть до лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки. Отметим, система QR-кодов уже активно работает в большинстве регионов и самое главное, это поможет вернуть к полноценной жизни сферы торговли, спорта, культуры, отдыха. На заседании оперштаба отметили, по данным на пятницу, только за одни сутки в области заболели коронавирусом 510 человек. Развернуто по-прежнему 2320 коек, 2018 человек в госпиталях. Система QR-кодов должна стать продолжением действенных мер по борьбе с коронавирусом, как режим нерабочих дней, а потом и сохранение ряда ограничений, о том, насколько серьезна ситуация и как важно вакцинироваться, губернатор еще раз подчеркнул примером двух страшных войн. 213 человек. Брянская область потеряла наших жителей в Афганистане и Чечне. На сегодня Брянская область потеряла от коронавируса более 2000 человек. И вот если тогда, когда там происходило, это ложился такой отпечаток на каждого человека. А сегодня, а сегодня никто даже не задумывается. Если мы проведем дальше анализ, то молодых и здоровых до 40 лет уже умерло более 200 человек. Давайте все вместе мы задумаемся, донесем и будем дальше доносить до наших жителей, что одного способа уберечь себя, своих родных и близких, как провакцинироваться, другого нет. Андрей Мамошин, Наталья Будник, Виктор Левченков, Анатолий Чекрыгин. События. Брянск. Воздушные шары и море подарков. Ярких, интересных, душевных. Глава города Марина Дбар в канун дня своего рождения устроила праздник для маленьких пациентов онкогематологического центра. Именные подарки достались всем, кто сейчас проходит лечение в стационаре. Сегодня в отделении гематологии, онкологии и химиотерапии Брянской областной детской больницы проходит лечение 29 маленьких пациентов. Им нужно быть сильными, чтобы справиться с тяжелой болезнью. Но не только лекарства важны в этой непростой борьбе. Улыбки и хорошее настроение способны творить чудеса. Они помогают хотя бы на время забыть о плохом и стать обычными детьми. Каждому пациенту онкогематологического центра глава города подготовила именной особенный подарок, составленный с учетом возраста, пола и интересов ребенка. Эта ноябрьская акция стала уже традиционной. Каждый год Марина Дбар в свой личный праздник старается доставить радость детям. Эти дети невероятно сильные и смелые. В их глазах столько надежды и желания жить. Пусть этот небольшой ноябрьский сюрприз станет для них радостью. Пусть на их лицах засияют лучезарные улыбки. Пусть они скорее поправляются и возвращаются в свои уютные дома, где их очень любят и ждут самые родные и близкие люди. А любовь творит чудеса. На этот раз к благотворительной акции присоединился и директор научно-клинического центра микрохирургии глаза, член общественного совета при главе города Сергей Антонюк. Сегодня мы вместе сделаем это маленькое чудо. Как врач я знаю точно, что положительные эмоции, чувство радости – это залог успешного выздоровления маленьких пациентов. От всей души желаю им быстрее поправиться. А их родителям – мудрость и терпение, вера, надежда и безграничная любви. Руководитель благотворительного фонда «Ванечка» Ирина Цыганкова отметила, что такие знаки внимания очень важны и для детей, и для их родителей. Особенно сейчас, в период коронавирусных ограничений, когда запрещены любые посещения и дети, проходящие тяжелое лечение, особенно нуждаются в позитивных эмоциях. От себя лично и от всех своих подопечных Ирина Цыганкова передала Марине Дбар памятный подарок и благодарность. Так получилось, что день рождения Марины Валентиновны совпадает с Днем Доброты. И поэтому, наверное, это все символично и становится уже доброй традицией, потому что в прошлом году, именно в этот день, Марина Валентиновна также передавала детям подарки, которые были разнесены им по боксам. Дети были очень счастливы, и мы им рассказывали, откуда подарки, от кого эти подарки. В свою очередь от детского фонда «Ванечка» мы хотели бы от всей души поздравить Марину Валентиновну с Днем Рождения и передать ей такое поздравление от нашего фонда со словами благодарности. Ну и подарок, который символизирует долголетие и, наверное, здоровье. Брянский городской совет народных депутатов сотрудничает с благотворительным фондом «Ванечка» на регулярной основе. Для детей не только приобретают подарки, но и организовывают яркие, запоминающиеся акции и мероприятия. Напомним, этим летом, в День защиты детей, для подопечных фонда глава города Марина Дбар организовала экскурсию на аэродром и полет на самолете. Ольга Макушникова, Игорь Винничук, Анатолий Чикрыгин. События. Брянск. Маленькие радости для врачей. Волонтеры штаба «Мы вместе» подарили два ящика витаминов тем, кто каждый день спасает людей от коронавирусной инфекции. Волонтеры таким образом постоянно поддерживают медиков. На этот раз они передали подарки врачам ковидного госпиталя ветеранов войн. Сегодня активисты штаба «Мы вместе» подарили врачам несколько килограммов витаминов, которые, как нельзя кстати, в осенние месяцы. Мы благодарны, что в очередной раз наш тяжелый труд в нынешнее время был отмечен общественными организациями. В данном случае это волонтерским движением «Мы вместе». Это своего рода и поддержка, и одобрение того, что мы сейчас делаем. Ящики сочных яблок и апельсинов передали врачам. Спонсором акции стал Джамшит Рагимов. Он уже полтора года является волонтером. Поделился, что узнал о волонтерском движении благодаря телеканалу «Брянская губерния» во время карантина. И тогда принял решение помогать врачам во время пандемии. Для меня это большая честь, чтобы, тем более, в такой времене помогаем врачам. Как можно сказать, они наши как герои сейчас. Большой долг себе считаю, чтобы помогать врачам, детям, кормить витаминами. Безусловно, любое внимание и забота о врачах важны сейчас. Но, по словам самих медиков, самая основная помощь – это активная вакцинация населения. Врачи, или как они сами себя сейчас называют, ковидологи, устают, но продолжают работать. И хорошо, что есть такая поддержка. Такое внимание всегда придает и силы, и приободрение, и поддержки. Потому что все работают просто из последних сил. Волонтеры будут продолжать оказывать внимание и поддержку врачам. А каждый из нас тоже может помочь как можно быстрее победить в этой борьбе и прислушаться к призывам медиков о вакцинации. Екатерина Пенько, Анатолий Чекрыгин, События, Брянск. Вакцинация просто необходима. Специалисты объяснили, вирус иммунодефицита человека не является противопоказанием для вакцинации от COVID-19. Врачи Брянского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД дали ответы на самые распространенные вопросы о вакцинации ВИЧ-инфицированных. Каждый пациент, наблюдающийся в центре, проходит диспансеризацию. А из тех, кто стоит на учете, получает обязательную антиретровирусную терапию. Но сейчас областной центр по профилактике и борьбе со СПИД взял на себя еще одну важную роль. Как и все медицинское сообщество, наверное, и наш центр СПИДа, второй год мы работаем в условиях пандемии COVID-19. На центр, конечно, были возложены дополнительные функциональные обязанности, что касаемо и COVID-19. Сейчас лаборатория СПИД-центра ежедневно делает около 600 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Конечно, в таких условиях не забывали и про своих пациентов с ВИЧ-инфекцией. Было также принято решение проводить выездную диспансеризацию. Вирус COVID-19 и вирус ВИЧ – это два вируса, хоть они имеют и разные пути заражения, но поражают они вместе иммунную систему. Поэтому, конечно, больные с ВИЧ-инфекцией находились в группе риска. И в течение второго года мы в условиях COVID-19 работаем. Но только в этом году вышли клинические рекомендации, где мы четко уже понимаем и прописано, какие мероприятия в отношении даже вакцинации нужно проводить, чтобы ВИЧ-инфицированные тоже были защищены от COVID-19. А самая верная защита от COVID-19 – это вакцинация. Многие пациенты выразили опасение, не будет ли прививка во вред. Однако врачи подробно объясняют, почему прививка для ВИЧ-инфицированных не опасна, а наоборот необходима. ВИЧ-инфекция не является препятствием для вакцинации. И учитывая то, что зачастую ВИЧ-инфекция является как раз тем фактором, который может утяжелять течение коронавирусной инфекции, вакцинация от нее рекомендуется всем ВИЧ-инфицированным. При ВИЧ-инфекции, в принципе, заболевание протекает так же, как и без ВИЧ-инфекции. Но в той ситуации, когда человек находится на антиретровирусной терапии, у него хорошие показатели, хороший иммунный статус. Если же человек не получает терапию, и при этом показатели иммунного статуса у него низкие, соответственно, конечно, у него риски более тяжелого течения заболевания, они, естественно, выше. Поэтому мы всех призываем, независимо от показателей, привиться. Записаться и попасть на вакцинацию люди с ВИЧ могут в любом прививочном пункте. Сейчас прививки никому не отказывают. Екатерина Пенько, Игорь Винничук, События, Брянск. К другим новостям. В Брянске состоялись занятия для газодымозащитников. Они прошли в условиях, максимально приближенных к реальным. Опыт тушения сложных пожаров показал, что уровень организации газодымозащитной службы напрямую влияет на результат работы всех подразделений пожарной охраны. При ее слаженной и эффективной деятельности сокращается скорость тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. Это позволяет уменьшить урон от пожара и, главное, вовремя оказать помощь людям. Александр Новиков расскажет подробнее. Занятия и тренировки в условиях, максимально приближенных к реальной боевой работе, проводятся регулярно. Так спасатели совершенствуют свои профессиональные навыки. На базе специализированной пожарно-спасательной части состоялись очередные тренировки сотрудников газодымозащитной службы в теплодымокамере. Для того, чтобы спасти человека, нужно проводить подобные тренировки, чтобы быть физически и морально устойчивым. И готовым к выполнению любых поставленных задач. Начались тренировки с инструктажа и разминки. Затем звенья газодымозащитников по очереди заходили в теплодымокамеру, где для определения уровня выносливости занимались на тренажерном комплексе. В него входит тренажер и бесконечная лестница, и велоэргометр, а также вертикальный эргометр типа ударный молот. Следующий этап тренировок прошел в задымленной зоне теплодымокамеры, куда газодымозащитники заходили в полные боевой экипировки с включенными дыхательными аппаратами с сожжатым воздухом. В темноте, в дыму огнеборцы проходили лабиринт для поиска пострадавшего. И не видно ничего, и много закоулков, всего поворотов. Очень сильно приближено. В начале этого года горел дом. Дом был около 70 квадратов полностью. По всей площади горел. Вот так же заходили в аппаратах, искали пострадавшего. Нашли? Нашли. Кроме того, для шумового сопровождения тренировки используются звуки, имитирующие обрушение конструкций, крики пострадавших. Так отрабатываются действия в непригодной для дыхания среде. Такие тренировки направлены на формирование у пожарных спасателей психологической готовности к действиям в экстремальных ситуациях. Александр Новиков при содействии пресс-службы Главного управления МЧС России по Брянской области. События. Брянск. В Брянске установили памятник генеральному прокурору СССР Александру Михайловичу Рекункову. Он появился в сквере возле здания областной прокуратуры на старом аэропорту. Высота монумента составила 3,5 метра. Автор памятника – скульптор и заслуженный художник Российской Федерации Александр Ромашевский. Дожидаясь торжественного момента, бронзовая скульптура генерального прокурора Советского Союза пока скрыта от глаз посетителей нового сквера. Когда откроют монумент, мы увидим перед собой фигуру Александра Михайловича Рекункова, стоящего за трибуной с папкой в руках. При подготовке данного монумента скульптор Александр Ромашевский использовал переданные нами материалы исторические, которые именно говорят о точности форменного обмундирования в годы Советского Союза, даже о размере пуговиц. То есть, все сделано с точностью именно та форма, которая была в Советском Союзе. У основания гранитного постамента строители установят табличку с указанием, какие должности занимал Александр Рекунков в годы своей работы в прокуратуре. В начале своей карьеры генпрокурор СССР 8 лет работал в Брянской области. Точная дата открытия монумента пока неизвестна. Но, как рассказали в областной прокуратуре, на церемонию обязательно приедут их высокопоставленные коллеги из столицы. А еще в новом сквере появится детская площадка и тренажеры для воркаута. Все это строители по просьбам местных жителей обещают установить здесь уже до конца 2021 года. Творческий коллектив студентов из Санкт-Петербургского горного университета получил диплом за лучшее архитектурно-пространственное решение проекта мемориала жертвам фашизма ДУЛАК-142. В сохранившихся бараках молодые архитекторы предлагают разместить музейную экспозицию, а прилегающую территорию превратить в мемориальный парк. Согласно архивным данным, за проволокой бывшего нацистского лагеря ДУЛАК-142 находилось до 80 тысяч бойцов и командиров Красной Армии и мирных жителей. Погиб каждый второй. Александр Новиков продолжит. В Московском архитектурном институте 9 ноября объявили победителей Всероссийского студенческого конкурса без срока давности «Минута молчания». Сто участников из 19 регионов России представили на суджюри проекты мемориалов жертвам геноцида мирного населения в годы Великой Отечественной войны. В финал прошли 60 студентов из 16 вузов. Всего 33 проекта. Проект мемориала жертвам фашизма ДУЛАК-142, авторами которого являются студенты из Брянска, наградили дипломом победителя в номинации «Лучшее архитектурно-пространственное решение». Проект «Минута молчания» в первую очередь поразил нас своей масштабностью, привлечением молодых специалистов со всех России, а также возможностью реализации всех наших задумок и проектных решений. История Брянского ремонтного завода по-настоящему нас потрясла, и поэтому мы решили создать один большой мемориальный комплекс на месте разрешившегося завода. Вот что предлагают авторы проекта. Посетители комплекса по специальному настилу проходят вдоль железнодорожных путей и упираются в два поезда времен войны. Они символизируют эшелоны, на которых в лагерь привозили пленных. Следующий объект – дорога военнопленных. Вдоль нее фонари, стилизованные подвиселицы, под стеклом одежда и личные вещи дулаговцев. Все это рассказывает о непростой судьбе тех, кто попал в лагерь. В зоне бараков студенты предлагают сделать площадь, а над ней натянуть металлическую сетку. Это создаст дополнительный психологический эффект. В центре колонна с информацией о количестве жертв. Доминантой комплекса станет полуподземный объект под названием «Яма». Пройдя по пандусу вниз, человек попадает в центральное пространство с вечным огнем. Здесь же будут колонны с именами людей, прошедших лагерь. Объект «Яма» внешне напоминает воронку от разорвавшейся бомбы. Он символизирует гибель, угасание и вечную тишину. Рядом авторы предлагают противопоставить ему символ жизни и разбить парк. Основной точкой притяжения нашего комплекса является полуподземное темное пространство под названием «Яма», выполняющее функцию вечного огня. Также мы сохраняем все существующие бараки и создаем в них внутреннюю экспозицию. И также в нашем проекте предусмотрен большой парк для жителей близлежащих домов. Сегодня «ДУЛАК-142» — единственный сохранившийся комплекс нацистского лагеря в Российской Федерации. Его история ужасает. Согласно архивным данным, здесь побывало 80 тысяч человек. Это военнопленные и жители ближних деревень, поселков и городов. Каждый день из лагеря вносили 100-150 трупов. Немцы привозили в лагерь павших лошадей, бросали их мясо голодным людям, а затем стреляли по толпе из пулеметов и автоматов. От кошмарных условий содержания в лагере умерло до 40 тысяч человек. Об этом месте я узнала еще до того, как мы, конечно, начали там производить раскопки, где-то в 2019 году, в начале. И уже тогда была понятна уникальность этого места, поскольку это, наверное, единственная в масштабах страны сохранившаяся территория даже с частью бывших бараков и помещений лагеря, которые помнят то, что происходило здесь в далекие 40-е годы. Поэтому, когда мне довелось лично увидеть это место, впечатление, оно только усилилось. И мое глубокое убеждение, что, безусловно, их саму территорию нужно каким-то образом сохранить и превратить в мемориал в памяти гражданских жертв, пострадавших от рук нацистов. В мае 2021 года на территории бывшего 85-го ремонтного завода Минобороны начались раскопки. Поисковики ищут тела жертв Дулага. Составляются карты, на которых отмечено, где находятся места захоронения замученных узников. Собираются сведения очевидцев, поднимаются архивы. На глубине двух метров в несколько слоев совершенно беспорядочно лежат останки. Фашисты просто сбрасывали тела в ямы. Из личных вещей удается найти только пуговицы. Люди были босые и почти раздетые, независимо от времени года. Из ям останки бережно вынимают представители Следственного комитета. Впереди многочисленные экспертизы. К работе подключена прокуратура области. Я уверен в том, что в этом, здесь мы должны создать такой же комплекс, память о наших жителях, о жителях нашей страны великой, для того, чтобы наше подрастающее поколение, наши дети знали это, и чтобы они действительно понимали, что никто не хотел их сделать счастливыми, никто не хотел сделать богатыми. Никто не хотел. Просто одно было цель, одно желание уничтожить русских, белорусов, украинцев и жителей нашей великой страны как национальность, как нацию. И мы сегодня с вами присутствуем на одном из таких мест. Поэтому здесь будет, как я сказал, в дальнейшем, когда придут все работы наши поисковики, Следственный комитет, будем делать все, чтобы здесь был хороший номеральный комплекс, который, напоминаю, я сказал нашим детям о прошлом. Хочу поблагодарить руководство области, губернатора, представителей правительства Брянской области за то внимание, которое в целом уделяется теме вековечной памяти, сохранение памяти о Великой Отечественной войне и то внимание, которое было оказано проекту без срока давности. Благодаря Павлу Марченкову удалось заполучить фотографии аэрофотосъемки этой местности, сделанные фашистами в 43-м. Их наложили на современный снимок со спутника. Так стало понятно, какие строения существовали во времена Дулага, какие были построены позже. До наших дней дожили лазарет, несколько бараков, карцер, конюшня. Всего около 20 строений. Я надеюсь, что мы вместе доведем до конца все наши начинания с точки зрения поисковых работ, с точки зрения повековещения памяти, создания мемориала. К этому есть все наши возможности, главное наше воле и желание это сделать. Это действительно нужно не мертвым, это нужно живым. Донести историческую правду о войне до подрастающего поколения. Сейчас работы на объекте продолжаются. Александр Новиков, Владислав Пескунов, Сергей Дюков, События Брянск. Это была последняя информация выпуска. Далее прогноз погоды. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова